что я сделала я только что скормила этому чудищу свою крысу салюта вам друзья и товарищи прямиком из комикс зоны да рин готова пострадать в очередном уровне последнем который должен включать себя как обычно два таких вот уровня у нас снова дождь за окном поэтому я сбегаю в эту вот прекрасную страну комиксов где светит солнце правда в этой самой локации все обстоит не так радужно потому что насколько я помню сюда упал метеорит и здесь уже было несколько маленьких зеленых мутантиков с которыми мы успешно расправились правда это было чертик когда честно сказать несколько дней назад сейчас я буду вспоминать все приемы и удары которыми владеет скетч я теперь ведь еще знаю что он супер удар у нас способен выпускать я его в предыдущих сериях не показывала если сейчас придется его использовать то может быть я попробую хотя сможет ли он это сделать если на него сразу будет штук десять врагов переть я не представляю не знаю пока ну да ладно в общем здесь все как обычно у скетча по-прежнему воняют ноги у него в карманах по-прежнему сидит крыса верная которая ему помогает искать эти предметы на уровне ну и давайте-ка отправляться на следующую страницу о май я не люблю рыбу да я вот знаете я раньше тоже рыбу не любила прям вот вообще не переваривала потом как-то ай-яй-яй-яй-яй ты выскочил откуда вы интересно вот отсюда просто сам взял и вышел да я думала сейчас может быть из рыбы дай ему что-то пожевать так мяч надеюсь не крышу нам а ну-ка тихо 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 что я сделала я только что скормила этому чудищу свою крышу и теперь он мне ее не отдаст да слушай а с тобой драться то можно и или как или нельзя не ну крыса шефа я главное ведь я начал выход пытается как-то найти знаете чем надо было как-то мутанта туда отправить наверное загрузилась я в общем снова с начала эпизода давайте-ка попробуем тогда действительно как-то отправить сюда этого мутанта моего моего сдвинуть как-то сможем сюда нет братишка ахаха ну хорошо допустим получил а дальше что а дальше то чё может все таки здесь надо что-то найти но крыса сейчас прямиком все равно к нему пасть попадет разве нет найди пожалуйста что-нибудь слева ну ты посмотри он все равно туда лезет а может быть нам нам и не надо ничего делать просто перепрыгнуть нет смотрите дальше то не пускают значит я что-то неправильно делаю лол лол ребята надо было как раз этот супер удар применить и здесь у нас бомба находится это прекрасно и замечательно но видите сколько здоровья нам это сняло поэтому такой супер удар и не должен часто применяться блин скетчат и крут надо было сразу вот самого начала попробовать сделать так и все ну ладно допустим теперь я хотя бы знаю как это проходится так вот блин какого хрена нет гений лучше не надо да черт возьми я понимаю все летучая мыша просто так на меня выскочила в общем у нас есть еще одна жизнь ну ладно давайте начнем сначала с полным здоровьем сейчас на нас конечно нападут мутанты мутанты так спокойно спокойно что ты к стене при стал там ничего нету да давай же попади так один есть ох ты господи вы видели как он побежал они такие смешные блин на самом деле как-то жалко их даже убивать ай-яй-яй-яй типа тихо 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 куда вы с двух сторон на меня божечки тут хотя бы с одним разобраться парни давайте вы успокоитесь нет правда очень забавные противники по моему самые прикольные из всех что нам попадались проверь эти рифы да я проверю чё сомневайся я то проверю ну хорошо давайте по-быстрому с тобой разберемся есть а теперь а теперь вот так так а с тобой то что случилось в него когда прилетает вот этот самый самолетик по-моему ему тоже так нехило сносит хп блин я то думала в этот раз мы побольше как-то сэкономим ну это господи не страшно я этот уровень буду раз 50 наверное перепроходить поэтому да ё-моё я не хотела их трогать я случайно вообще случайно на них попала вот правда всё я поняла что на мины на мины она всё равно бросает меня на эти мины скотина вот как так откидывает я попадаю на одну мины и они сразу все взрываются цепная реакция блин просто какая-то происходит надо было сразу наверно как-то бомбу туда кинуть ну вот здесь точно придется так господи я уже забыла как тут с инвентарем то вообще расправляться ооо привет лонгория да или лонгурия или как там тебя девочка с цепью или девочка с крюком как мне тебя называть прочь скотина ох у неё бутылочка выпала это было супер ну ребят знаете меня пока радует то что я вижу пока что меня это радует как бы не пришлось правда пожалеть потом о своих словах так и вы хотите сказать что я думала сейчас на меня опять скричи всякие полезут вот этот ящик скетч и что ты делаешь то погоди дорогой мой я хотела чтоб ты на самом деле как-то этот ящик вниз скинул он не хочет это так и надо или как может еще раз попробуем во вот так получилось допустим а теперь так ну ладно аааа ребятки смотрите у нас тут типа бонус какой-то граната и нож классно мне нравится что я тут нахожу молодец стерна ну да там снизу какие-то острые шипы торчали туда и надо было скорее всего сбросить этот ящик еще одна бутылочка так окей давайте сначала разберемся с тобой бутылочку мы сохраним до нужных времен но тут у нас а подожди 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 что я могу выкинуть нож в принципе такая штука ну не очень удобная везде она может нам пригодиться поэтому давайте оставим нож с собой возьмем гранату и бутылочку бутылочка это важно там грибной сок он мне он мне очень помогает не допрыгну до туда вообще можно было бы наверное гранаты нет алиса подсказывает там есть рычаг на другой стороне а как тебя убить что своими силами вообще не вариант что ли нет я как то его достала во надо было сразу гранатой рычаг на другой стороне ээээ но я же вниз не полезу в лаву правильно я же сейчас упаду и это все это мгновенная смерть будет подожди там уцепиться наверху не за что нет правда что мне делать а он же не перепрыгнет так а хотя нет смотрите перепрыгнул в принципе я думала просто что сразу погибнет но нет вот вот значит надо было пожертвовать ну здоровьичком и чё надо было сразу прыгать да ай блин мммм зараза какая а чё он не туда прыгает чё нам опять сначала этот уровень предложат пройти ладно давайте пройдем еще раз энээээм вообще-то ребят я только что все правильно сделала но почему-то вот эта штука которая вылезла после того как я нажала рычаг не отвезла меня вниз пришлось самому в лаву просто прыгать я тогда не понимаю какой смысл вообще было ее вызывать И сейчас меня опять убьют. Просто-напросто. Такими темпами. Потому что... Потому что, да, вы посмотрите. Здесь у нас острые всякие штуки находятся. Я тогда просто не пойму, какой смысл. Ну, это все, по-моему, у меня... А, у меня еще есть жизни, вы хотите сказать? Интересненько. Ну, ладно. Может, я где-то какую-то подобрала. Не видела, где. Ну, в общем, я попытаюсь еще раз. Как-то, может быть, спуститься на этой штуке. Потому что, действительно, какой в ней смысл. Может, их стравить как-то можно между собой этих мутантов, а? Чтобы они вот друг на друга нападали, а меня не трогали. Нет, наверное, никак нельзя. А, я думала, вы кончились. Ну, давай, жильки, убейся, Унзэ. Проверите, Риха. Да я-то проверю. Так, еще один. Хорошо. И вот так делаем. Есть. Что делать вот с теми бомбами, которые внизу, я так и не знаю. С минами, точнее. Потому что... Все равно, видите, меня на них откидывает. Тут по-другому как-то не получается даже. Ну, а тут только так. Так, ой, тихо. Ты слишком быстро ко мне подошла. Близко, в смысле, не быстро. Хотя она и быстрая, конечно. Иди, давай. Гуляй, девочка. Отдай мне свой грибной сок. Я знаю, что он у тебя есть. Спасибо. Так, отлично. Мы бодры, веселые и готовы идти дальше. Какие тут звуки интересные, кстати. А никого не видно. Так. Хорошо. Берем гранату, как обычно. Нож оставляем пока, потому что там дальше бутылочка будет. Кстати говоря, может быть, здесь мне и крыс что-нибудь нашел. А может и нет. Я боюсь, что он сейчас просто свалится куда-нибудь. Блин, а ты откуда взялся? Тебя здесь никогда не было. Смеешься, что ли. А может, это здесь что-нибудь есть? Судя по всему, нет. Или там что-то было. Но вот этот вот скорпион, я забыла. Погоди, мы можем вниз пойти. А по-моему, раньше не могли. А может, лучше внизу? Шорткат. Отлично, парень. И что у нас здесь? Здесь, знаете, я бы хотела на всякий случай сейв сделать, потому что, видите, тут очень любопытное место. Два вопросика. По идее, мы можем там случайно бомбу откопать и подорваться на нее с другой стороны. Может быть, там есть какая-нибудь супер полезная вещица, которая нам пригодится. Поэтому давайте я сделаю альтернативное сохранение просто и посмотрим. Хорошо. Давайте сначала вот это попробуем. Еще одна граната. А здесь? А вот здесь уже была бомба. Понятно. Загружаемся. Значит, можно взять только гранату. И отсюда мы с вами, ребята, идем вниз. На другой стороне. Ой, опять этот. Мы избранная раса. Ах вы! Стриглы, черт. Тут еще одна граната. Слушайте, тут очень много гранат. Гранат. А чем вы избранные? Тем, что телепортироваться умеете? Или огонь высекать из своих орудий? А вон, кстати, и корабли я увидела. Теперь-то я увидела на фоне. Такой стимпанк. Все это старое, разрушенное. Жалко, бутылочки нет. Давайте на всякий случай крыса выпустим. Может, мы уйдем что-нибудь. Полезненькая. Ах, лодки, корабли, романтика. Ладно. Две гранаты, одна крыса. Ах, блин, опять ты здесь. Здесь этот мутант. Это должно меня остановить. Да уж, действительно. Смотри-ка. Какая-то шипастая штука. Мы должны перепрыгнуть, да, и нажать на рычаг. А там внизу еще, правда, что-то закопано. Мне, если честно, не нравится. Ой, блин, зараза. А что это было? Да, Алиса, я понимаю, конечно, что я глупо поступила. Но я первый раз играю в эту игру и первый раз дошла до этого уровня. А что вот с вами делать? Гранату кинуть? Вообще, да, логично. Хорошо, что у меня как раз две гранаты. Наверное, надо было и на первый сразу кинуть. Мы что, уровень прошли? Лол. Хорошо, допустим, мы его прошли. Но, видите, показатели здоровья у нас все равно откровенно фиговы. И поэтому, мне кажется, я еще буду его переигрывать. Дрейвшип Ярд. Прямо мороз, похоже. Это, по-моему, ну да, это свалка кораблей. Так и будет переводиться, как типа вот кладбище погибших кораблей. И здесь у нас снова две мины внизу. Вот я теперь увидела. Вот это те самые мины, короче, на которые нас кидала лекучая мыша. Да я не это хотела! Я хотела вопросик подобрать. Ёлки с палками. Два ножа. И зачем они мне? Пока не ясно. Ну ладно. Я понимаю, что мне действительно, скорее всего, придется там еще по 10 раз все переигрывать. Потому что это никуда не годится. С таким хп. Но пока что я хочу просто посмотреть, что у нас здесь будет. Опять же, можем либо вниз, либо направо пойти. Ну, давайте направо. В этом месте есть гаммофон. Я сначала прочитала, как граммофон. Выглядит впечатляюще. А что такое гаммофон? Это связано как-то с гамма-лучами? Что-то опасное? Нет, таким образом дверь мы не откроем. Я зря нож покрасила. Да блин, откройся уже! Я сейчас убью! Умру просто-напросто. Я и так умру. Ясно. Надо было вниз идти. Надо было идти вниз. Интересно, это все? Это последняя жизнь была? Меня снова с самого начала выкинет? Или как? Видимо, да, ребята. Ну, что ж, ладно. Я тогда, наверное, пока сделаю паузу. Ну, в том смысле, конечно, что серия у нас на этом не закончится. Но сейчас я для себя сделаю паузу и вернусь к записи. В летсплея уже чуть попозже. Не знаю, когда. Сейчас просто нет времени. Но мы, конечно, еще увидимся. И скетч у нас еще повоили. Ну что, дорогие мои? Я снова здесь. И я снова готова сражаться. Как раз таки подобрала тут очень полезную вещь. О, да. Мередной сок. Есть у нас граната. Ну и больше, в принципе, ничего нет. Можем решить, куда нам пойти. Я до этого все время шла вправо. Но там, честно сказать, не очень-то все и хорошо. Да, я и не думаю, конечно, что и снизу будет какая-то ситуация полегче. Давайте-ка глянем. Я еще ни разу сюда не заходила. Может, правда, будет попросить что-нибудь. Вот, по крайней мере, ящики. Наверняка в этом есть что-то полезное, да? Можем это, кстати говоря, проверить. Подожди, куда-то-то-то-то-то-то-то-то. Ну почему? Ну я же хотела посмотреть. Все, назад я теперь не попаду. Заберись вовнутрь. Так, вот эти вот скорпиончики у меня как раз таки очень здорово портили жизнь. Тогда я вправо шла. Один ужалю. Давайте будем, значит, мирно сидеть и отбивать их ногой. Ай-яй-яй-яй-яй. Спокойно, мои хорошие, спокойно. Папа Скетч совсем разберется. Ох, не часто Алиса нас хвалит. Обычно она хвалит нас только тогда, когда мы уровень заканчиваем. А тут прям так сразу. Инсайт. Ух ты, мина без предохранителей. Мина без предохранителей, это значит, что она может в любой момент взорваться Алиха. Что мне делать? Смотрите, может быть бросить в нее гранату? Но, может быть, гранату стоит приберечь для дверки. Как, как, как разобраться? Он меня откидывает. Все равно, все равно же сначала с тобой надо как-то справиться. О, справились. Ну, допустим. Крыс, давай, может ты правда что-нибудь найдешь? Или ничего здесь нет полезного? Ну, логично, да, что мы ее так не откроем. Давай гранаты попробуем. Гранаты мы подорвали только мину. А дверь как? А дверь только своими силами, да? Прекрасно. Может, я просто никуда метнула? Блин, так это мы целую вечность будем. Может, надо было другими ударами? Ох ты, господи, скетч! Не матерись, пожалуйста, здесь. Не надо так делать. Там катается штука, типа магнита, да? По идее, шарик должен к этой штуке пристать и так кататься. Но мне сейчас нужно приложить все усилия, видимо, и перепрыгнуть так, чтобы не попасть на эту мину. Ну да, да, понюхай свои ботинки, понюхай. Там ситуация-то не изменилась. Ты будешь принять деньги? Ну давай, рискнем. Раз. А если мы нажмем рычаг, то что будет? Понятно. Он должен ее убрать с нашего пути. Во! Отлично. Алиса, это завод оружия Мортуса. Мы взорвем это место? Да правда! Чем? У нас с тобой ничего не осталось, я все гранаты израсходовала. Как ты предполагаешь его взорвать? Надо было оставить гранату. Я сомневаюсь, что Крыс сейчас что-то найдет. Как бы не пришлось этот суперудар использовать. Может удары ногами... Ой, блин, мы подорвались. Может удары ногами более эффективные, хотела я сказать. Но, короче, сейчас меня, по всей видимости, убьют. Черт. Крыс, ты точно тут ничего не хочешь мне найти? Ой, как же я сглупила-то. Блин, и как я должна, по-вашему, тут все взрывать? Хорошо, загружаюсь с этого места. Давайте попробуем с вами еще раз. Давайте на сей раз направо пойдем. Это мне напоминает какую-то сказку, блин, про Ивановскую дурачка или про кого-то. Направо пойдешь, кто-то будет. Налево пойдешь. Вот скетч иногда начинает так баговать. Вот что это за бредятина. А, слушайте, а я так направо не пойду. А хотя нет, пойду. Почему нет? Скетч. Скетч, дорогой мой. А, все, все, пошел. Inside the largest freighter. Короче, мы сейчас опять будем бороться с осьмином. Ну, это хотя бы легко. Вот эти вот их челюсти почему-то здесь нельзя убить. На каком-то уровне было можно. Они выходят разные бывают. Одни более уязвимые. Ой, не знаю, как что ли. Господи. Напали-то, напали, начали кусать. Не надо, я только что наполнил себя здоровье сделала. Ползут, ползут, заразы. Ну, пока мы их не убьем, нас не пропустят дальше. Я пройду подальше. Куда ты пройдешь подальше? Вот когда расправишься с ними, тогда и пойдешь. Но сначала пойдет крыса. Потому что мне нужно что-то полезное. Давай мне ништячков каких-нибудь. Ну. Ну, неужели нигде ничего нет? Интересное место такое. С этими всякими штуками. Господи, вот выглядит как кровь, но так-то я понимаю, что это ржавчина. Просто человек, который привык играть в хорроры и шутеры и во всякое подобное. Вот. Он уже везде видит элементы какие-то. Ух ты, блин. Ты здесь. Сначала мне придется справиться с тобой, блин. Не успела присесть. Тихо. Все? Нет, не все. Да, блин. Грэвис, давай ты уже сдашься. Хорошо. Теперь, если мы... Такая дверь в моем сейфе. У тебя есть сейф? Ничего ты, наверное, деньги-то зашибаешь. Я-то думала, раз ты фрилансом занимаешься, то не так уж много и зарабатываешь, по идее. Да, если ты музыкант. Хотя, не знаю, может, у тебя есть там какие-то сбережения. Что мы сейчас-то должны сделать? Нет! Я думала, сейчас взорвемся. Мы не там это сделали. Ё-карный бабай. Надо было к двери ее, наверное. А ну. Вот видите, не получится. А, кстати. И мы тоже не должны вот так вот прыгать. Ну, давайте попробуем самостоятельно выбить дверь. Раз уж такое все случилось. А здесь нам все равно придется... Я знаю, что нам не надо это взрывать. Все равно нам придется... Да ёлки зеленые! Ты смотри, куда прыгаешь. Это я себе сейчас говорю. Скетч не виноват. И я все... Подожди. Я все равно должна проходить в эту локацию. То есть вообще без вариантов, да? У меня должно быть что-то, чем я должна взрывать это место. Я опять срасходовала гранату. Да ёлки! Опять сначала! Я к вам прихожу на этом вот месте. В ящике-то была еще одна бутылочка, между прочим. Очень вовремя я ее подхватила. Правда, так интересно получается, что придется вот... Приходится тратить здоровье за тем, чтобы раздобыть себе очередной... Очередную лечил, ну как скажем. Ну хотя мы потратили-то совсем немного. Там в бою потратим больше. Зато потом у меня будет больше шансов... Не умереть на том же самом экране, откуда мы... С которого мы постоянно вынуждены переходить на сохранение. Это напоминает мне вот этот же третий масс-эффект. Когда у тебя топливо заканчивается. Если ты подбираешь какие-то остатки на разрушенном каком-нибудь там складе топливном... Это в принципе тебе ничего особо не дает. Потому что топливо все равно по-прежнему так же сильно тратится. Но... Такое вот дело. Ну окей! Я думала, знаете, может нам эту штуку... Либо ее нам надо сбросить на дверь, либо на Грейиса. Ну в принципе с Грейисом мы и своими силами можем расправить. Либо с дверью своими силами. А гранату потом уже использовать на тех железных штуковинах. Жалко, что у меня больше гранат не сохранилось. Вот это вот обидненько. Ну давай попробуем... Неа! Я сделала не то. Давайте тогда еще раз. Взяли. Наверное, правда надо было на Грейиса ее сбросить. Да и все, и не морочить никому голову. А дверь тут как бы... А дверь тут как бы и ни при чем. Тогда пускай... Этот вот магнитный подъемник... И дальше себе катается. А мы... А-а-а-а! Я хотела гранату использовать. А куда же я ее использую-то? Мне наоборот. Своими силами надо дверь открыть. Иначе я потом не пройду. Ладно тогда. Давайте повыбиваем дверь. Теперь заходим сюда. Слушайте. А хотя нет. Если бы мы зашли с вами, получается, с другого экрана, тогда бы этот магнитный подъемник не работал. А как мне сейчас перепрыгнуть-то через него? Может вот все равно откидывает? Да как так? Зараза. Ладно, ждем. Так, получилось. Хорошо. Теперь вниз. Теперь у меня граната, по крайней мере, есть. Но граната может подорвать только одну подобную штукенцию. А их три! Все, побери. И просто сдвинуть я их даже не могу, да? То есть, ладно, кинуть. Ой, блин. А как же... А как это проходить-то, ребята? Крысу, оказывается, можно было просто вот так вот взять и выкинуть. Как это должно проходиться, по-вашему? Ну, меня сейчас убьет. Просто-напросто. Я боюсь. Нет! 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 Тут еще стриглы после этого появляются! Да вы что? Да ладно! Значит, надо как-то продумывать свою тактику по-другому. Я тогда не знаю. А знаете что? Если бы мы пошли вот сюда, к этой дурацкой двери, из которой вылазили на нас скорпионы, эти дурацкие, оказывается, нам в эту дверь даже не надо было заходить. Отсюда просто были стригл и стикс. И они просто начали... Кстати, они все на эс. Я думаю, только до меня сейчас дошло. Но если скорпионы, это скорпионы. Тогда да, все на эс. Они, короче, начали тут на меня нападать. Сказали, что нам нужен новый дом. Вы, люди, выжили. И мы, типа, и захватили, наверное, все. А мы требуем своих прав. В общем, мне так нравится этот корабль, нахуй. Большой и ржавый. Когда-то он был, наверное, неплохим таким... Как они называются? Круизные лайнеры. Ну, в общем, пассажирские корабли, типа Титаника. Такие большие. Мне фильм очень нравится один. Называется «Легенда о пианистах». Там такой мальчик был. Безымянный, фактически. Он рос на этом корабле и жил там практически всю свою жизнь без документов. И там спальни были прямо очень такие роскошные. Столовые. В общем, просто ловучий дом. Вот. Такие вот дела. Ну что, давайте посмотрим, что у нас внизу находится. И... Там была бут... Там была... Там была бутылочка. Как я ее не заметила? Что за... Короче... Ну, мы, по сути, в том же самом месте и оказались, куда проходили. Только тут очень неудобно, смотрите. А-а-а... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Знаете что? Очень невыгодно через вот эти вот локации проходить дальше. Потому что там, где я раньше проходила, хотя бы несколько бутылочек у нас было. И они могли пополнить нам здоровье после чего. Ну и граната еще хотя бы была. Хотя бы одна граната дурацкая. Я бы уже там как-то справилась. А тут не справлюсь, по-моему, вообще теперь никак. Ну да, скетч. Ты-то, может, и пройдешь, но все-таки... Ну да, видите, мы опять в этом месте и... Ха-ха! Надо было все-таки на Гревисе испытать это. Ладно, ребят, давайте, знаете что? На этом я закончу четвертую серию. Все-таки в ней я еще не смогу одержать победу. И даже не смогу добраться до Мортуса. Я ведь предполагаю, нам именно с ним придется сразиться в конце. Хоть... Нет, вообще это странно получается. Он же выбрался в мир людей. Или он нарисует самого себя до финальной схватки. Наверное, это так будет. В общем, не знаю. Не спойлерите главное в комментариях. Вот о чем я вас попрошу. Потому что мне интересно знать, чем закончится эта история. На какую концовку я в итоге выйду. Вот. Так что очень вас попрошу воздержаться от каких-либо спойлеров. Игра мне безумно нравится. И она, конечно, сложная. В каких-то моментах даже безумно сложная. Ну... Зато жалко, что короткая. Ладно, мы это все дело пропустим. Хорошо. Заканчиваем на этом серию. Я искренне надеюсь, что в пятой нам удастся продвинуться хотя бы дальше. Может быть, пятая уже и станет заключительной. Всем большое спасибо, что посмотрели. Спасибо отдельно тем, кто удержался от кидания огневых помидоров. Всем всего хорошего. И до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok